Дорогие братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с третьим днем великого и спасительного для нас поста и с памятью Даниила Московского и наступающей памятью мученика Конана и Саврийского. Мы совершили сегодня первую в этом году литургию прежде освященных даров и многие из вас имели возможность сегодня уже причаститься к святых христовых тайн. Господь особенно промышляет о нас и сегодняшнее ветхозаветное чтение первой книги Библии, «Бытия» говорит нам об любви Божией и особом его промысле, заботе о человечестве. Весь этот мир, который появился после того, как на небе произошло сражение между небесными силами, и один из светлых ангелов отпал от божественной славы, дьявол, Господь измышляет сотворить нечто иное, которое могло бы восполнить число ангелов. И, как замечает святитель Григорий Богослов, Господь создал небесные силы, бестелесные, которые прославляют Его. Создал потом землю, которая является материи, огромной частью материального мира, космоса. И в завершении своего творческого акта он создает человека, который в себе соединяет и небесное, и земное. Святые отцы древности так и замечали, что человек своими ногами упирается в землю, помня, откуда он произошел, а своей головой он упирается в небо, тем самым помня свое предназначение иметь непосредственную связь с Богом, потому что человек создан по образу и подобию Божьим. И мы слышим, как Бог продолжает заботу о человеке. Он сотворил его неодиноким в этом мире. И говорит, что нехорошо человеку быть одному. Сотворим ему помощника. Но из того Богом прекрасного, сданного мира, животного мира, этой природы, ничто не могло утешить человека. Он, можно так сказать, скучал, потому что всем этим живым существам он давал имена, как раз показывая свою премудрость, которую дал ему Бог. Ведь Бог – творец этого мира, и человек имеет творческое, мудрое развитие. И после этого сотворил Господь из ребра Адама жену, и стали они, как и говорит Библия, два единой плотью. И эта гармония, которая воцарилась в раю, в особом месте земли, где пребывала любовь Божия, дает нам возможность оценить, насколько благ Господь. Поэтому, когда сегодня перед Причащением мы слышим слова царя Давида «вкусите и видите, якоблак Господь», они относятся на все времена. Не только сегодня, произнося эти слова и приобщаясь к самому Богу, но и в самом древнем мире люди вкушали, как благ Господь, имели великую и счастливую возможность общаться с Богом в раю и набираться той мудрости, того совершенства, с которым человек должен был отражать дьявольские искушения и славить своего Творца. Мы через несколько дней услышим и о том, как этот мир испортился, как он изменился за непослушание человека. Но через всю историю мира, которую мы услышим в эти дни Великого Поста, мы сможем каждый раз удивляться, размышлять и понимать, как благ Господь в каждом его действии, даже если оно кажется для нас сегодня жестким, но все это было направлено на спасение человека. И закончится это творческое действие Бога, его промышление пришествием в мир Господа нашего Иисуса Христа. И размышляя сегодня о днях древних, будем помнить о той цели, с которой Господь создал этот мир. Ведь Он уже тогда знал, что Адам согрешит, знал, что нужно будет послать от Сына Своего Единородного, чтобы спасти этот мир, и Ему придется пострадать и умереть на кресте. И несмотря на это, Бог не отрицается от Своего действия. Он продолжает верить в человека, который может измениться. И зная, что мы сможем принять его плоды спасительных страданий, Он творит этот мир. Он все равно хочет, чтобы этот мир пришел в гармонию, чтобы мы восполнили число ангелов, чтобы мы вкусили, как благ Господь, и чтобы нашей радости, как и радости апостолов, не было окончания. Сегодня мы только начинаем поститься, сугубо молиться, и пытаемся совершить какие-то первые духовные шаги в этом посту. Но если мы будем помнить, что каждый день Бог промышляет о нашем спасении, то мы не разочаруемся в этих днях. Они помогут нам и наполнят нас надеждой не только на исцеление души, но и на ту надежду, с которой и апостолы ходили за Христом, надеждой великой радости быть с Богом, с Источником нашей жизни, с нашим Творцом и Создателем, с нашим Небесным Отцом. Я желаю вам в эти дни считаться теми прекрасными смыслами, божественными смыслами, которыми наполнено Слово Божье, Ветхие и Новые Заветы. И это Слово сегодня так же действенно, как и в древние времена.